Одним ходом она идет вместе со словацкой спортсменкой Кузьминой. Смотрим, что дальше. Итак, Хирена Экхольм, стартовавшая пятой. Начала тоже, кстати, не быстро. Была одна минута и одна секунда, сейчас минута 0,8. Но сразу же бросаться в погоню не все спортсменки готовы. Форма у всех разная. И, конечно, здесь преследование важно сконцентрировано сработать на стрельбе. Юрлова идет шестой, минуту 23. Сейчас отставание, была минута 16. Ходдумова начинает проигрывать и Бергер. Бергер, которая на седьмой позиции минуту 28 уступает. У нее была, кстати говоря, минута и 23. Но, может быть, все-таки погорячилась, когда сказала о том, что сразу бросится в атаку. Но я полагаю, что сейчас и Нойнер Макаранин, это видно невооруженным глазом, готовы чуть лучше Магдалены Туре Бергер на стрельбе. Итак, уже прошли лидеры сегодняшней гонки подъем. Выкатились на стадион. Проходят мимо трибун и уже будут выкатываться в стрельбищу. Багали Титовец 21-е, 2-0-3. И надо сказать, что отставание было 2-0-2. Достаточно быстро начала Багали Титовец. Добрачева выступил не совсем удачно. 26-й результат в предыдущей гонке. Но сейчас несколько позиций уже выбрало. Идет 23-й. 2-12. И тоже мы отмечаем Дашу, которая в свое время готовилась в Нягоне, будучи еще совсем маленькой девочкой. Сотносыновление Бетлонински прошло здесь, на Егорской земле. И она выступает почти как у себя дома, может быть, поэтому давлеет стены. Ну и опять-таки, говоря про наших женщин, я желаю всяческих удач Свете Слепцовой. Я не сомневаюсь, что с эстафетной гонки она подойдет совсем в другом расположении духа. Ну, не знаю, вряд ли, наверное, выйдет там дистанцию 15 километров. Но то, что Свете Слепцову явно пригодится команде, это факт. Магдалена Нойнар, первый огневой рубеж. И тут как тут, Кайса на Каране. Я смотрю, что метров, наверное, 35 между Зайцевой и Кузьминой. Настя уже сейчас появится на последней прямой, выходя к стрельбе. Смотрите, как ветер не мешает практически Магдалене Нойнар. И Герен Кёник фиксирует 100% результат на лёжке. 87 точных попаданий и 74 на стойке у Магдалены. Но статистику она неуклонно улучшает. Кайса. Кузьмина и подходит Зайцева. Кайса стрелялась блестяще. Пока увидим преимущество Магдалены Нойнар. По-прежнему довольно ощутимое. Чуть больше она выигрывает. 16.4 у Кайсы. Кузьмина промах. Два промаха у Насти и, увы, промаха у Зайцевой. Два круга Кузьмина. И сейчас убегут. И финка, и, конечно, немка. Сразу преимущество будет очень большое. Слава богу, что у Ольги только один штрафной круг. 91% точных попаданий. Не хотелось бы, конечно, чтобы по такой стрельбе мазала Зайцева. Но, увы, моспичка промахнулась. Глядим, что покажет Юрлова. Она очень неплохой снайпер. Но здесь какие соперницы. Посмотрите. Эх, Хельмбергер, Гёснер, Дорен. Блестящее. Чемпионка-экс-обладательница Кубка Мира Шведка. А вот Юрлова первым выстрелом промахивается. Какая досада. Бергер мажет. Видно, что она все-таки тоже чуть ошиблась, наверное, с формой. Хотя вспомните и стафету, и золото в смешанке. Это достойное вознаграждение. Эх, Хельмбергер проигрывает. Идет второй за ней Зайцева. Продолжаем бороться за медаль. Бергер круг. У Юрловой круг. Мирям Гёснер. Последний выстрел. И посмотрите, как блестящий лыжница-призер чемпионата мира Олимпийских игр попала. И Зидек попала. Но есть проблема у целого ряда спортсменок. Хенкель старается подтянуться поближе. И молодец, Багали Титовец. Посмотрите, молодец. Итак, Кузьмина за Зайцевой в 14 секундах. Ольга вновь на четвертой позиции. Но после первой стрельбы вы, конечно, видите, что отставание уже в споре за первое место очень большое. Минуту 15 Ехлин проигрывает. Минуту 18 Зайцева. Минуту 31... 32 даже Кузьмина. Дарын минуту 36. Юрлова. Увы, 14-е. 2-0-1. И Багалий. Багалий идет по нарастающей. Стартовала 21-й. Сейчас 15-е. 2-0-3. 15-й результат у Анны Багалий. Совсем-совсем неплохо. Ну и вот, пожалуйста, посмотрите. Десятку замыкает Ева Топалви. Кстати, она смешанной стафете выглядела достаточно сильно. И сейчас мы видим Румынку, которая, в общем-то, может побороться. Очень много позиций она отыграла. Ну а тем временем следующий отрезок. 2 километра и 900 метров. Чуть позже скажу, как отстреляла. Токарева. 2 километра и 900 метров. Магалин Нойнер идет на первой позиции. И мы ждем, когда эту отсечку пройдет Кайса Макаранин. Потому что они идут плотно вдвоем. Между ними 16,4 секунды. Смотрим, каким будет отставание финской спортсменки. 18,8 проигрывает Кайса Макаранин. И видно, что Нойнер начинает работать очень сильно. Она, собственно говоря, и не прекращала эту самую работу. Продолжаем наш репортаж, уважаемые друзья. Это Кайса Макаранин, которая преследует Магдалину Нойнер, проигрывая ей 18,8 секунды. После стрельбы было 16,4. Я разговаривал с немцами. Свен Фишер, Франк Люк сказали, что больше шансов сегодня у финской спортсменки. Ну, не знаю, может быть, осторожничали. Но говорили, что Нойнер будет тяжело. И, в общем-то, и свою программу выполнила. Нужно набирать финской спортсменки. И в пассюте она, может быть, даже готова чуть лучше. Но я полагаю, что вот это давление может как раз отнюдь не помочь финской биатлонистке. Так, жду, когда после первой стрельбы появится Токарева. Пока не появилась. Эхоль, минуту 20. И за ней, за ней в споре. За третье место идет наша двукратная олимпийская чемпионка. После Турина родила сына, вы знаете, Ольга Зайцева. Три олимпиады позади. И она в сборную попала в 2001 году. После удачного выступления на Ижевской винтовке. И за ней Кузьмина. И мы видим, что Кузьмина держит поле зрения москвичку. И подсказывает немецкий тренер. Это Рикка Гросс. Как нужно дальше стрелять? Мирям Гёснер, у которой уже есть подиумы в нынешнем сезоне. И за ней плотно работает Дорен. Гёснер в спринте проиграла ногами Нойнера. Удивительный факт, но Нойнер готова лучше. И посмотрите Хенкель. А ведь экс-лидер Кубка Мира стартовала только 20-й. Две минуты уступая. А сейчас она идёт восьмой. Но проигрывает почти те же самые две минуты. И здесь Тафалви. Здесь Грегорин. Здесь Тура Бергер. И Багалий Титовец с Екатериной Юрловой. 2.08. 2.09. Отставание российских спортсменок. Но если Багалий Титовец с 21-го места переместилась на 14-е, то с 6-го Юрлова на 15-е опустилась. И по-прежнему при своих идёт Ольга Зайцева. И сейчас я уже смотрю, а где Магдалина Нойнер. А она тут как тут. Она уже подходит к стрельбе. И вот мы это видим. Уважаемые друзья. И сейчас я гляжу в окно контактной кабины. Где же Кайса? Кайса проиграла ещё чуть-чуть. Ещё пройти метров 80 до поворота к стрельбищу. А Магдалина Нойнер уже на изготовке. И снова, посмотрите, почти нет ветра. Попадает в порыв, но тем не менее закрывает. 45-миллиметровую мишень со расстоянием 50 метров. Да, 24-летний профессор, настоящая чемпионесса из сборной Германии. Золотая девочка уже превращается в золотую женщину. Взрослую, опытную, мудрёную и расслабленную одновременно. Так, я смотрю, где Зайцева. Вот она выкатывается на стадион. Попала финская спортсменка. Но сейчас, наверное, уже нет ни у кого сомнений, что обе, и Нойнер, и Макаранин будут бороться за победу. Но, впрочем, пасьют. И стрельба из положения стоя. Пока обманывает статистику Магдалена Нойнер. Пока она стреляет безупречно. Хелена Экхольм. И между ней Зайцевый просвет. Метров в 15 всего. А то и меньше. 28 секунд. Макаранин проигрывает. Но и тут Кузьмина. Посмотрите. Здесь Гёснер. Сейчас очень жарким представляется мне сражение на втором огневом рубеже. Зайцево промах. Бежит в труп, увы. А Экхольм сейчас будет бороться за третье место. Да нет, не с Кузьминой. А с Кузьминой и Зайцевой. Может быть, с кем-то еще. Как Экхолм переживает. Посмотрите. Йоу сказал буквально в смысле слова. Экхольм. Минута 31. Немножко подустала она вот при подготовке чемпионата. Но Пихлев сказал, что можно зацепиться за медали. Я увидел вчера. Гёснер. Какая ж молодец Гёснер. Посмотрите, сборная Германии. И Юрлова 2 не попала. Немножко захлебнулась вот в этой погоне. Герикова и Хенкель. Точно. Юрлова 2 круга. Бергер точно. И молодец. Богалий Титовец. Молодец. Анна. Зайцева 5 идет. Минуту 55 отставание. Мириан Гёснер совсем чуть-чуть. И здесь побольше проигрывают девушки. Немка и россиянка, соответственно, шведки. Но тут плотно. Как плотно. И Герикова и Кузьмина. И Бергер здесь. Богалий Титовец уже 10. Браво. Анна. 11 позиций. Отыграла спортсменка из Новосибирска. Но посмотрим, как последний круг для нее будет проходить. Токарева 2 промок, кстати, допустила. И у 51-й шла после первой стрельбы. Ну, вот так. Итак, у нас Нойнар. Плюс 28 макаранен. Плюс минуту 31. Одна Эколь. Ёснер минуту 52. Зайцева минуту 55. Пятая. Дальше Герикова из сборной Словакии минуту 59. И Кузьмина минуту 59. Также Хенкель восьмерку сильнейший замыкает. А десятку, соответственно, вместе с Турой Бергер. Богалий Титовец. Мы продолжаем наш репортаж. И Магдалена Нойнар. Вчера, кстати, из шести лучших биатлонисток хуже всех отстреляла Кузьмина. У всех точно. Но у Кузьминой был промах на стойке. Итак, сейчас третий круг проходит спортсменке. И уже 33 секунды. Между Нойнар и Макаранин. Было 28. Да, не успевает пока Кайса Макаранин за немецкой биатлонисткой. Летом была дважды чемпионкой мира. По летнему биатлону финская спортсменка. Ну и первая своя медаль. И, конечно, она очень хочет выиграть общий зачет Кубка мира. Хенкель 798 очков у Макаранину. Хенкель 774, 763 уехаем. Дальше Бергер, Нойнар, Домрычев. Зайцева лучший из наших. 12-я. Но мы помним, что девчонки в Америке не выступали. Это касается и Юрлова, и Богалий Титовец. Готовились на сборе в Риднау. Я повторю, что сегодня в морской гонке много позиций. Киниширова в 12-м отыграл Женя Устюгов. И Мартену Фуркаду проиграл всего лишь 12 секунд ногами. И это очень хороший результат. Даст Бог разбежится. В индивидуальной гонке покажет результат Евгения Устюгов. Но пока вы видите, как трудно нашим женщинам. Но по сравнению с Нойнаром и Каранин трудно всем без исключения остальным. А 26-летняя спортсменка из Астерсунда Хелена Экхо...